В Крае придумали цифровое решение, чтобы предотвратить повторение прошлогодней ситуации с массовой гибелью пчел от агрохимикатов. Их будут спасать смартфоны со специальным мобильным приложением. Подробности расскажет Дмитрий Клишин. Прямо скажу, не было такого. Вот это первый раз такая травля. Это случилось в самый разгар прошлого лета. Пострадало больше 4 тысяч пчелосемей на 85 пасеках в 11 районах. Причину гибели подтвердили независимо три лаборатории. Химический токсикоз от яда химикатов. Их применили на площади 69 тысяч гектаров. Почти в половине случаев с серьезными нарушениями. До этого года не было столько вредителей на медоносах. Мы никогда не обрабатывали ни донни, практически ни подсолнечник, ни гречиху, ни рапс. В этом году в связи с вот этой жаркой погодой капустная моль, рапсовая блоха, рапсовый цитоед, рапсовый листоед. В текущем году структура посевов технических культур осталась прежней. От повторного визита вредителей регион не гарантирован. Однако, IT-специалисты из Москвы, Новосибирска и Барнаула, объединившись в команду, нашли способ, как защитить от агрохимии жизнь пчел и качество алтайского меда. В Алтайском крае есть уже информационная система, в которой работают практически все аграрии, получающие господдержку, по крайней мере. Пчеловоды в ней не работали до недавнего времени и, соответственно, сейчас возникла необходимость подключить их в это единое информационное поле. Речь идет о портале Респак, который работает с начала 2016 года. Он позволяет наладить электронный документооборот при получении денег от государства в автоматическом режиме. Аграрии края уже привыкли получать господдержку, не бегая за справками. В этом случае пасечники автоматически укажут свое местонахождение, а полеводы автоматически проинформируют тех о химобработках. Пчеловодам необходимо на каждую пчелосемью иметь ветпаспорт. У владельцев личных подсобных хозяйств должны быть соответствующие записи в хозяйственных книгах. То есть мы должны знать, какое четкое количество пчелосемей и тому подобное. Аграрии, в свою очередь, должны более активно и заблаговременно оповещать об обрабатываемых полях. Но что аграрии получат взамен? Сейчас IT-специалисты в Москве, Новосибирске, Барнауле тестируют интерактивные прототипы геоинформационного модуля для фермеров и пчеловодов. Скачиваем на смартфон, заходим в личный кабинет, указываем на карте точку. Координаты пасеки в случае попадания в зону химобработки заблаговременно получаем уведомления с советами, как уберечь пчел. Смотрите, сейчас у нас такой очень активный этап разработки и тестирования в App Store и в Google Play. Соответственно, будет два нативных приложения, туда и туда. Это будет в конце апреля. Нам нужно успеть к первому вылету пчелы. Разработчики еще не придумали название для своего приложения, потому что развивают его функционал. Его учат работать в местах, где нет мобильной связи, интегрируют с порталом Респак и другими аграрными сервисами. Помощникам по оптимальному размещению пасек, в местах цветения растений, цифровым советчикам для пчеловодов. Мы вживую, так сказать, отработаем, я говорю, что на двух-трех районах. Но опять же, если у нас все будет получаться, тормозить ничего не будем, развернем на весь край. Дмитрий Клишин, Вести, Алтай.